Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, в студии Антонина Тихомирова. Сегодня особое мнение выскажет мой большой друг, коллега, главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Привет к тебе. Доброе утро и добрый день уже всем. И хотела бы, да, Олега, еще, в общем, даже не знаю, стоит это делать, не стоит, потому что те, кто слушают «Эхо Москвы» в Хирове, делают это постоянно. Ты же еще, получается, коллега-радиоведущий, ты же был, как же называется, по эту сторону баррикад. Вот скажи-ка мне, комфортнее вопросы задавать или на них отвечать? Или все по-разному? От ситуации зависит. Это две разные роли. Тебе всегда приятно отвечать. А если приходят люди, которые могут сказать больше, то им приятнее задать? С чего начнем? Может быть, с криминальной хроники. Знаешь, порой в некоторой жизненной ситуации на Вятке на самом деле такое ощущение, что просто все СМИ превращаются в какие-то такие, знаешь, крим-экспрессы. Ну как вот не, если несколько тем, и все они касаются посадок. Ну ладно, сейчас вот еще не завершилось, не вынесен приговор по делу Игнатьяна, обсуждать тут нечего, все держат руку на пульсе, мы пока никого не можем поставить в известность. Но тем не менее, вот реалии последних дней, знаю, что это и в бизнес-новостях все было отображено. По поводу Шулаева и Ганжела. Прокомментируйте. Я знаю, что в бизнес-новостях это есть, озвучь широкому кругу. Там буквально пара строчек, я не добавлю, к сожалению, ничего нового, потому что дела эти уже давненько, прилично давно обсуждались. Еще полгода, да, ведь уже? Да, и по Ганжели, и по Шулаеву непонятных исход. Меня единственное напрягает, что действительно долго достаточно собирается доказательная база, проводятся следственные действия, и все это время люди находятся в СИЗО, да, ожидают... Ну в тюрьме, считай, в общем-то. Под арестом, есть ли для этого основания, ну суд нашел, признал, что основания есть, но тут слухи ходили о том, что Николая Семеновича все-таки Ганжелу собираются выпустить под подписку о невыезде. То есть меру пресечения изменить. Меру пресечения изменить, и я считаю, что в отношении некоторых предпринимателей, там, руководителей, это резонно сделать, особенно если нет подозрения на то, что они уедут из страны, а, как правило, под подпиской о невыезде особо ты не уедешь никуда уже. Поэтому, вот, и точно так же, как если у тебя там есть вопрос, точно так же, как в отношении топ-менеджеров Клобуса... Я как раз хотел тебя спросить по поводу Александра Косулина, вообще не понимаю. Я понимаю, это предприниматели, это бизнесмены, и вполне было бы уместно хотя бы там под залог, да, выпустить под подписку, под домашнее, ну все что угодно. Но тем самым получается, что мы лишаем там возможности оперативно управлять бизнесом, и это может сказаться в дальнейшем, не прямо сейчас, но в дальнейшем на каких-то действиях по разруливанию там ситуации на месте по бизнесу. Можно дистанционно управлять, можно, возможно, даже и с ВИЗО, но это делать гораздо сложнее. А это уже сказывается там на каких-то взаимоотношениях, на каких-то экономических даже доходах, бюджетных доходах региона. Ну, в общем, печально. Самое в этой всей ситуации неприятное, неприятное то, что непонятно, то есть целеполагание вот этих вот в первую очередь мер пресечения, ну понятно, что если что-то происходит, это кому-то нужно. Я думаю, что они до меня уже спикеры много раз обсуждали, я скажу лишь, что не вижу здесь чистого там, чистой политики или чистого коммерческого интереса. Скорее всего, здесь есть клубок разных интересов, разных сфер, разных людей. Возможно, есть какое-то там действительно расинкриминируется, да, есть какое-то правонарушение со стороны тех, кто находится сейчас под арестом, возможно, есть. Но я еще раз говорю, во-первых, их вина не доказана пока, да, во-вторых, есть ли необходимость в столь жесткой мере пресечения, я, честно говоря, не сторонник. То есть понятно, если это педофил или если это человек, который многократно его убийствует, но здесь тоже уголовная статья, но она уголовно-экономическая статья, да. Здесь необходимо многократно и лидеры страны говорили о том, что экономические, за экономические преступления не надо карать столь сильно, нужно дать возможность людям там свою вину искупить. Получается, что лидеры страны говорят, а происходит ровно наоборот, что удивляет, понимаешь? У нас такая страна, что да, иногда разговоры с действиями конкретными не сходятся. Хорошо, с криминалом, думаю, покончим на этом. Очень заинтересовал материал на третьей полосе и не только, то есть у вас тут красной нитью, пожалуй, я так думаю, что по бизнес-новостям проходит эта тема. По поводу последствий ВТО, вступления, как раз же тут юбилей получается был, да? Год. Год вступления ВТО в конце августа. Твое мнение, знаю, что тут очень интересно на развороте 12-13 спикеры высказываются по этому поводу, и на третьей полосе то, что касается сложностей у холдинга Абсолют Агра. Но не, как сказать, мнение газеты понятно, статьи почитали, твое мнение по этому поводу интересует. Ну, я сначала в общем скажу, прошлый номер газеты, это отметил не только я, это отметили все, он очень печальный. Он очень печальный ввиду тех событий, которые происходят, хотя вроде там затишье, начало сентября, событий немного, но они вот такие, что просто волосы, думаю, встают, что скоро будет завтра. Но позитива как-то нет, да. Хотя на обложку мы поставили все-таки Михаила Цыкова, директор физмат-лицея, все будет хорошо, чтобы хоть как-то выправить вот эту вот историю, тем более, что 1 сентября еще и праздник, да, все идут в школу. Но в целом очень печальная атмосфера, вот все набор этих событий, набор информации о том, что там цены на бензин у нас одни из самых высоких ПФО, тарифы одни из самых высоких. При этом всем уменьшается налогооблагаемая база, и некоторые крупные предприятия, на которые делались ставки, сдуваются в силу того, что не могут получить кратковременные займы, кредиты, в силу того, что у них сжимается возможность реализовывать товар. Ну, то, что происходит с Абсолют Агро, это грозит на самом деле всем. Нынешняя засуха, я ни за что бы не поверил, что нынче была засуха, если бы первый раз нам не сказал об этом Сергей Сергеевич Гущин, директор корпорации. Я, кстати, тоже вот только слышал о Спитере, но вы не замечали, да? Вроде жары не было особой. И дождей не было, поэтому урожаи очень слабенькие, в результате, соответственно, и доходов-то тоже больших ожидать не приходится. То, что касается Абсолюта, они, ну, я говорю, многие агрохолдинги у нас жили на кредитах, это нормально. Агрохолдинги, они не могут реализовывать проекты, если они делают крупные проекты на свои средства. Где-то они все равно должны брать кредиты, обеспеченные областью, залогом и так далее, там, государство помогает с процентными ставками. Но вот это вступление в ВТО, оно просто, первый удар небольшой был там в прошлом году, но его как-то выдержали, а сейчас идут последствия, волнообразные идут последствия того, что мы не можем действительно конкурировать с Западом, мы не можем конкурировать со своими ближайшими соседями в силу того, что у нас кредит, банковские кредиты очень дороги, всегда нужно очень большой объем, большую залоговую базу в носе, да, и в результате чуть только тебе отказывают в кредитах, все, ты просел, и все твои планы, которые грандиозные, которые ты строил вперед, они рушатся. Точно так же происходило там, мы с Константином Марковичем Гозманом общались, дай бог, чтобы у них все было хорошо, но он говорил еще год назад о том, что они брали кредиты и строили вот эти вот свинокомплексы, делали расчеты, экономические обоснования, но там не было учтено, по крайней мере, настолько прописано вступление в ВТО и снижение цены свинины. Снижается цена на свинину, соответственно, выплачивать кредиты становится сложнее, и сами сроки кредитования, они растягиваются, а банк не может вылить длительные сроки, то есть длинные деньги, не может снизить кредитную ставку, то есть она остается на том же уровне в результате окупаемости проекта. Ну то есть сельское хозяйство это вообще очень рискованно, в нашей зоне тем более, а тут еще когда становится непонятно, куда реализовывать товар, и что ты будешь с этим товаром делать, еще когда засуха, и вот все эти факторы сложились, а у нас действительно край на чем зарабатывать. Сельское хозяйство, лес, да, немножко там, ну, переработка, производство продуктов питания, ну, собственно, ну, еще детей, да, там, одаренных детей мы поставляем в московские вузы. Ну, вот это единственный, да, позитив, который здесь можно найти, кстати, абсолютно, вот, поддерживая точку зрения, ты сейчас излагал, что говорил Константин Маркович, я вчера разговаривал с Сергеем Александровичем Доронином, вот один в один, да, абсолютно так и есть тоже и про кредиты, и про обрушенные цены на свинину, очень тяжко, и на самом деле, вот, непонятно вообще как. Потому что, опять же, государство, с одной стороны, говорит, давайте развивать собственную базу, отказываться от импорта, с другой стороны, чтобы поддержать, видимо, наших экспортеров, основных нефтяников, газовиков, мы вступаем в это, вступать все равно надо, нужно выторговывать преференции тем сферам, которые являются стратегическими. Если мы хотим поддерживать своего производителя в сфере сельского хозяйства, мы должны их поддержать, выторговать там на 20 лет, такую пошлину, чтобы мало не показалось всем импортерам. А сейчас точечно приходится там бороться с возом из Беларуси, тоже там своя политическая тема, с возом из Беларуси свинины и молока. Кстати, Дарунин еще вчера занятный сказал нюанс, я вот до такой-то степени не в теме, он сказал, что мы еще и вступили в ВТО, как эти, как пигмеи, на очень... Невыгодных условиях. Очень невыгодных условиях. Конечно, то есть, кому, зачем, то есть, зачем под себя рыть, зачем, сука, под собой рубить, вообще непонятно. То есть, и так-то жили, не жирно, знаешь, а стало, ну, еще хуже, как говорят. Я так подозреваю, что просто люди, которые принимали решение по вступлению в ВТО и выторговывали, они мало связаны с сельским хозяйством, поэтому преференции оставили немного. И потом второе-то было, как это, все в ВТО, а мы не там, понимаешь? Нет, ну правильно, но нужно выторговать себе такие условия, чтобы мы были в прибылих тогда, потому что сейчас мы оказались в большой засаде. Я думал, сейчас как вырулишь. Ну, озвучь новость, нам редактор только что принесла свежую... Да, свежая новость. Суд постановил назначить Игнатьяну наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права управлять автомобилем на срок 3 года. Мне кажется, пожизненно нужно было бы лишить права управления автомобилем. Первый, кто услышал эту новость, ну, на самом деле, мы вчера и в редакции тоже обсуждали возможные варианты расклада и так далее, но это вот, пожалуй, все ожидания превосходят. Как считаешь, справедливо? Справедливо. Я имею в виду в плане срока. Опять же, яснение, что если это колония-поселение, то это опять, ну, это не такие жесткие условия. Колония-поселение достаточно свободная для посетителей, у тебя свободное передвижение внутри, там, населенного пункта и так далее. Вот. Я не... Ты был сторонник более жесткого наказания? Я небольшой эксперт и не могу там сказать, сколько все-таки надо было назначить. Он однозначно виноват. Виновен. Вот мне было интересно было... Ну, тебя вот сейчас... Интересно было посмотреть решение суда уже полностью, да, почитать, на чем строится доказательная база. Потому что, ну, осудить человека, там, на срок 10 лет, предположим, не доказав 100% его вину, это может быть чревато, и мы можем сломать, там, человеку судьбу. Это я не в отношении... Я понимаю, понимаю, что ты теоретически... В данном случае, вот то, что я слышал, я считаю, что он заслуживает этого наказания и просто профилактического воспитания даже, да, потому что его некоторые действия, они выбиваются из норм этики поведения. Я сейчас не беру никакие там, ну, то есть не беру данные конкретные действия. Ну, Чет даже не раскаялся, я поняла, о чем ты говоришь. Но так как он себя вел в суде, так как он вел себя по параллельным делам, то, что нам рассказывал адвокат Рылов, он позволяет себя иногда унизить и оскорбить человека. И это значит, что у него нет вот какого-то морального стержня, это значит, что и раскаяния-то, может быть, нет. Мне бы хотелось, чтобы он в полной мере осознал, то есть важно не то, что он получит там срок, важно не то, что он там отсидит. А чтобы понял, да? Важно, чтобы он понял, что он отнял жизнь у трех человек, он оставил семьи и детей без родителей. Я не уверена, что вот это... И чтобы это просто вот и у него засело, и другие люди, которые следят за этим процессом, понимали, что наказание неотвратимо, и никакой там папа, никакие деньги тебя не защитят, если ты пренебрег элементарными нормами. Потому что вижу этих лихачей на дорогах, ужасаюсь, а что если мой ребенок идет, да? И что если они въедут в мой автомобиль? У меня точно такая же одиннадцатая модель, как ту, которую он расколошматил, да? Да, и все, и рода трупов никто не вернет в жизнь. Пауза. По поводу минувшего визита полпреда Михаила Бабича, есть у вас тоже материал. Да, он был освободен Зинов, который строит Кучусь. И тут даже не то, что, ну да, был Бабич, посмотрел и так далее. Я-то больше хочу, чтобы ты проанализировал и высказал свое мнение по поводу роста цен на жилье. Ну вот смотри, у нас заголовок не случайно вынесен. Кто все это покупает? Это его цитата, да? Нет? Его прямая речь? Да, да, это сказали одновременно и губернатор, и полпред президента. Типа по таким ценам или как? Да, почему в области сдается столько жилья, а цены не снижаются на него? Все равно оно остается недоступным. Я считаю, что есть некое ожидание, все равно, вот в июле прозвучало о том, что мы закупаем валюту, подрос доллар, упал рубль, сейчас возвращается все немножко, там, доллары и евро на этой неделе снижаются. Но, тем не менее, некое ожидание, там, кризиса, не кризиса, дефолта, не дефолта, оно остается в людях. Связано это в том числе со снижением темпов роста экономики, да? Там, в три раза упали темпы роста нашей экономики за последний год, предвещают стагнацию, говорили там о этой самой... О, сейчас выпало из головы. Ну, я понимаю, это тоже под воздействием приговора. Говорят о рецессии, да, и людей, рядовых граждан заставляют страховать риски вкладываться в личные ценности. То есть это инвестиционные, на мой взгляд, просто вложения. Вряд ли у нас есть столько людей, которые по такой цене покупают себе жилье. Да вот в том-то и дело. Это люди вкладываются, они потом сдают в аренду. И здесь вариантов, на самом деле, выхода, они есть. Может быть, их на законодательном уровне не очень четко прописаны. В первую очередь, это то, что у тебя на избыточную недвижимость должен быть повышенный налог. Во вторую очередь, это то, что государство должно жестко следить, государство или товарищество собственников жилья. Что если ты извлекаешь прибыль, сдавая свое жилье, ну, то есть занимаешься, как бы, коммерческой деятельностью попочной, ты должен платить налоги. Тогда, может быть, многие задумаются, надо ли мне вот инвестировать в жилье, и цены несколько снизятся. А сейчас недвижимость рассынивается как золото, как акции, причем самый, наверное, стабильный и постоянно растущий такой актив. Да, в который вкладываешь, 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 я знаю людей, у которых по пять квартир, и они точно так же сдаются, а может быть, даже не сдаются, просто держатся. Ну, что, налоги минимальные на недвижимость, можно себе позволить просто вложить деньги. А в результате у нас цены не снижаются, у нас люди так и не получаются, вроде темпы строительства жилья нормальные, а сколько людей сидят и не могут купить себе квартиру, снимают. Вот она, я тебе сижу, 12 лет в Кирове, живая, снимаем, без полезных. А все потому, что очень оно переоценено. Я даже сравниваю с европейскими ценами на жилье, ну ладно, есть там страны, Норвегия, где действительно жилье очень дорого. Но есть Германия, у меня знакомая, хорошая, она продала здесь трешку, купила себе в Германии трешку с небольшой приплатой в Берлине, в столице. А Хорватия, там ниже вообще значительно цены. Это означает лишь то, что у нас ввиду некой нестабильности, непонимания, что будет завтра с экономикой, отсутствие какого-то четкого плана действий на случай и так далее. Ну то есть он есть, но либо финансовая, экономическая грамотность людей низка, либо слишком много было этих всяких дефолтов и катаклизмов за последние 20 лет, что люди научились страховаться. Страхуются именно таким образом. Приобретает себе недвижимость, самое ликвидное имущество, которое можно, если что, реализовать и жить дальше. Но если резюмировать, то несмотря на то, что Бабич это зафиксировал и, может быть, соответственно, доложит президенту, в ближайшее время нет шансов, да, что ситуация каким-то образом изменится. И цены на жилье упадут. Я просто думала, мне мечтать или мне не мечтать? В ближайшее время вряд ли твои. Ну это я тоже так называю. Я не буду мечтать. Я думаю, что единственный вариант у тебя это там... Продолжать снимать. Ипотека? Нет, чего? Ну, вовсе не есть ипотекой. Но строительство у нас ведется не только жилья. У нас вот бассейн построили, названный Быстрица. Был, видел? Как тебе? Я просто не была, не смотрела. Ой, я чуть слезу не пустил, когда ребятки поплыли. А, ты был, да? Да, это внутри, причем, не на сцене, а сидел среди ребят, и у меня сидела рядом племяшка. Она должна была плыть в этот день. А что не племяшка? Она меня переплывает на речку, мы соревновались. И десять лет она меня делает на спине, но она приболела и в этот день не смогла плыть. Ну, вообще-то очень трогательно. И я, пожалуйста, сегодня сам не сходил, великолепно. Я очень хочу сходить, очень хочу поплавать. Расскажешь потом, потому что я в спонтакте хочу... Со Светланой Журовой разговаривали на этот счет еще, выбрали интервью и говорили насчет того, вот сейчас строится инфраструктура, сейчас она ушла, уже не член федерации от нашей области, но при ней начало все это строиться. И она сказала удивительную вещь, что строительство инфраструктуры спортивной и доступность ее вовсе не родит олимпийских чемпионов. Это не... Вот если посмотреть, кто у нас завоевывал медали на последней олимпиаде... Это те, кому трудно приходилось как раз, да, в спорте. И вообще всегда это в Советском Союзе, да, кто вот через надрыв, через излом, на волевой, да, не думая о деньгах, которые он получит, вот тогда медали рождаются. И тут на последней олимпиаде, да, у нас Дагестан самым плодовитым оказался, хотя условия там, ну, не самые лучшие для борцов, да, но они вот как раз за счет своего характера выбили просто, зубами вцепились, выгрызли это золото, вот. А здесь, я думаю, что это даже не олимпийские звезды тут будут рождаться, просто чем больше людей будет получать доступ к спорту, тем здоровее мы будем, тем дольше мы будем жить, тем здоровее будет экономика, и меньше желания будет уехать из нашей области куда-то еще. Потому что зачем? У меня есть возможность заниматься спортом, есть возможность, может не оказаться скоро, приобщаться к мировой культуре. А что хотел ты сказать? Что-то другое? Да нет, я просто про уход Павловича до сих пор еще, ну, опечален по этому поводу, ну, ладно, бог с ним, я думаю, что появятся другие Павловичи, есть галерея прогресса, есть... Нет, другого Павловича не будет, мы это прекрасно понимаем, ну, да. Потому что будут другие люди, активные в культурной сфере, не только там, как руководитель ход руки театра, но и люди, которые генерируют идеи, которые вовлекают людей массовку в культуру. Так вот, когда эти условия создаются для занятия, для общения, для самореализации, тогда уезжать никуда не хочется, хочется здесь жить, расти детей, детские сады, чтобы были, да, там, рядом с домом. Кому захочется срываться куда-то, когда у тебя тут удобное здравоохранение, детский сад, отличная школа, и еще и спортом позанимался, и сходил в крутой театр, посмотрел выставку международного уровня. Все, больше, ну, в городе, в мегаполисе жить, это надо себе представлять. Сами жители мегаполиса вряд ли когда-то там бывали в Большом театре или в Мариинке, да? А, как правило, так и бывает, да? А здесь все в шаговой доступности, все хорошо, и вот это одно из оснований, почему я бы не уехал. Потому что мне здесь действительно комфортно, и хочется создавать эту среду вокруг себя, и, слава Богу, появился Олимпийский, и буду ходить туда. Я, знаешь, сейчас пришла в голову мысль, как будто это была некая мантра такая у Павловича, уже, наверное, закладывались у него сомнения и опасения, но он пытался себя переубедить. Я про спектакль «Я не уеду из Кирова», понимаешь, сколько? Год где-то, да? С год назад вышел. Ой, больше? Больше, года уже, наверное, три. Года полтора, там, нет, не так много, мне кажется. И тут все-таки в итоге, понимаешь, там, по прошествии небольшого времени, там, статьи кругом выходят, там, «Я уеду из Кирова», и вот так, знаешь. Ну, там же было, «Я не уеду не в скобочках», то есть человек объединяет дефицитерного момента. Ну, там, да, да, но с большим... Надо отдавать себе отчет, что он все равно человек здесь пришлый, человек, который воспринимает это как такую карьерную, командировку-ссылку. Нет, не знаю, я не считаю, что он это ссылкой воспринимал, я мне вообще страшно благодарна. Он не воспринимает это ссылкой, но на самом деле, если посмотреть... Ах, ты в этом смысле? Да, сколько они всего фана открывали, культурного, эстетического, и построили того же Витберга взять, да? Собственно говоря, мы должны быть им, там, пожизненно благодарны. А они были ссыльными, они не воспринимали себя таковыми здесь, они здесь себя реализовывали. Ну, тоже, понимаешь, в принципе, если тебе удается реализоваться, то действительно ты задумываешься о том, что, а зачем уезжать? Я тоже человек пришлый, но я сейчас отдаю себе отчет, что я совершенно вятская, и уже, скорее всего, никуда не поеду, хотя вариантов масса. Нет? Хорошо. Тоже, ну, может быть, потому что удалось реализоваться, мне здесь нравится, дай бог, чтобы нравилось тем, кто меня, ну, теперь слушает, раньше смотрели. Ну, смотри, это ведь нормальный процессор, но не значит, что вятские лапки ничего не могут. Что значит, что вятские уезжают в ссылку в другой город, да, и делают там. Но это миграция. Как Широков, да, фотограф взял, порвал всю Москву, перенёг из Котельнича, сделал себе имя мировое просто. Фантастически, да, товарищ. Ну, продолжая тему культуры, с неким хихи хотелось с тобой обсудить. Ну, начну, правда, с негативного момента. Знаешь, да, вот эту только что установленную Ассоль уже покоцали, уже там вандалы. Не знаю, правда, что они с ней делали. Не успел посмотреть, что там откололи чего-то, да? Это самая большая печалька, потому что люди не ценят, ну, не воспринимают свой город как свой дом. Нет, причём удивляет, в принципе. Это связано с тем, что я уеду или я не уеду. Если у человека сознание «я уеду», так и катись на всё колбаской, да? Если ты воспринимаешь это как дом, зачем ты будешь у себя дома скидывать фантики и что-то там на обоях рисовать? Зачем? Нет, или отколачивать там кусок от стенки, да, или от шкафа. Бред, бред. Но при этом, смотри, ведь у нас же скульптуры какие-то появлялись, и их вроде как, ну, не пытались травмировать. Там ни уха это с деревом, да, там, значит, не подковывают. Нет, 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 тоже было. Тоже, да? Тоже было, поэтому делали антивандальные скульптуры, я помню, там, жирафов в парке Апола специально, чтобы их не поколупали, не поломали. Ну, а вообще, к слову о скульптурах, я так вообще поулыбалась на эту тему, насчёт того, что в регионе создадут банк проектов скульптур, рассказывал глава департамента культуры Павел Сырцев, и будут приниматься заявки, будут там эскизы поставят в музей Воснецовых в рамках объявленной губернатором акции «Подарки городу», значит, будут дарить скульптуры. Я сразу вспоминаю циротелевскую историю, понимаешь, с этими, значит, цирком уродов, так сказать, в некоторых местах, и с ужасным совершенно Петром. Вот не заиграемся, не будут у нас стоять, знаешь, там, уши, носы, какие-нибудь памятники буквиё и так далее, и так далее, потому что иногда придятина-то доходи. Я думаю, что не заиграемся, потому что для того, чтобы эти скульптуры нашли там своё отражение в реалиях, это же банк эскизов, да, нужно ещё собрать средства определённые, это стоит немало. Меня напрягает лишь то, что вот давайте пригласим там лучших скульпторов, они что-то нарисуют, а финансовой подоплёки базы пока нет. Мне очень нравится, как реализован он в том же Нижнем Новгороде. Да, есть какая-то концептуальная идея, и под эту идею уже разрабатываются эскизы, и они знали изначально, что на Покровке у нас будут стоять люди, олицетворяющие купеческий, старинный, там, как он, ярмарочный город, да, там всякие торгаши, городовой, дамы, частичек обуви. Есть концепция, под эту концепцию, пожалуйста, можно привыкать. Ну а то да, а то получается, что хотите, да. А здесь такой разброс, что хотите, делайте, да, и всё в результате рассыпается. То есть нет единства, какого-то концептуального единства, это, на мой взгляд, скверно. И потом у нас очень много уже было, я был свидетелем, как на градостроительном совете обсуждался проект въездной группы в город Киров на кольце, вот там, на Советском тракте, в форме яйца. Ну, в общем, делали эскизы, вручали там приз человеку, который нарисовал лучший эскиз, но это ничем не вернулось. И можно складывать в ящик, для чего это, да, я не совсем представляю. Если у нас понятно, что мы там к юбилею города хотим преобразить там такую-то улицу и насытить город малыми архитектурными формами, тогда и у нас есть вот это финансирование. Или мы понимаем, что есть люди заинтересованные оплачивать, чтобы не из бюджета, а спонсоры. Тогда да, но это тоже должны быть не хаотичные какие-то хотелки, а должна быть какая-то единая концепция. При этом до сих пор Шаляпин так и не сделан. Ну, потому что нет желающих этот памятник оплатить. Ну, наверное. Не переключайтесь, ненадолго совсем прервемся и потом продолжим. Особое мнение на 101FM И высказывает его сегодня Олег Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Материал из свежего номера «Бизнес-новостей», 14-15 полоса. Хороший тут получился у вас диалог, такой спорящих по поводу дорог. Тема неизбывная, нескончаемая. Чиновники выдвиждают, что в Кировской области нет организаций, способных построить дороги первой категории, бизнес считает иначе. Ну, немножко вот, во-первых, свое мнение скажи, ну и слегка для тех, кто еще не читал, опиши позицию каждого. Вообще-то у нас новая рубрика, и как раз-таки на ихе она звучит, «Разворотный бизнес», где я там в качестве соведущего выступаю. Она у нас раз в две недели выходит, и в следующий раз, будет на следующей неделе в среду, что за тема, пока пусть останется секрет. Да-да-да, конечно, конечно. Оставь им. А здесь мы пригласили заведомо двух людей. Полярных, да? По позиции полярных. Ну, в некоторых позициях, скажем так, полярных, тем более, что Альберт Владимирович Запольских действующий, глава департамента жилищного строительства, Богома Алиевич Живолудинов, бывший, и сейчас занимается дорожным строительством. Одна из фирм, ему подконтрольных, как раз ремонтировала дорогу на Макаре, если вы видели, да, там, по Слободскому тракту дальше. Ну, вообще, много дорог выигрывает подряды сейчас. Вот, и там основная мысль, ну, там их было много, тем самых разных. Ну, такой основной. Меня пора удивила. Проводился опрос на Эхе Москвы. Мы на этот опрос влиять никак не можем на сайте Эхе Москвы. Вот, и задали очень простой вопрос пользователям. Дороги стали лучше за последние пять лет. Это вот как раз годы, когда пришел Никита Белых. И Альберт Владимирович Запольский заступил на эту должность. Стали лучше, стали хуже, ничего не изменилось. И подавляющее большинство, там, по-моему, 65% сказали, что дороги стали лучше. Ну, вот, тут уже, как говорится, не прибавишь, не убавишь, но речь шла об инфраструктурных проектах на будущее. О том, какие дороги у нас появятся после того, как мы достроим дорогу на Апарино, Лузу и дальше на Котлас. Да, это уже случится, там, к 15-му году, совсем скоро. И будем ли вообще что-нибудь строить, или у нас уже все построено, будем только поддерживать. И Альберт Владимирович выступал за то, что нам нужно дальше западный обход Кирова строить, дорогу на Удмуртию, которая там мост обслуживает сейчас только Сосновку, а мост огромный построен, да, еще при Сергееве. Ну, объездное, в первую очередь, чтобы не долбали город этими камазящими, да, и этими, не камазами, а этими фурами. По улицам города же, по Луганске, Ломоносово, производственные едут, большие фуры, никак не объехать город. Вот, а Богомай Оливич как раз-таки выступал с позицией той, что, ребята, через 5 лет мы потеряем муниципальные дороги, потому что тоже, вот, те хорошие дороги, о которых написали, там, пользователи портала «Эхо Москвы», это разделение муниципальных дорог и региональных дорог. Региональных дорог примерно раза в 3 меньше, чем муниципальных, а денег выделяется наоборот, больше. В этом есть резон, потому что все равно нам нужно добраться там до каждого райцентра. А там уже типа райцентры сами, вот, тот минимум, который у них есть, распределяют, как лучше им распорядиться. Асфальтовую дорогу гнать в село, где там 2-3 человека проживает, резона нет, может быть щебенку, может быть вообще песчаную, просто грейдером ее поддерживать в достойном состоянии, делать по бокам, там, канавы, чтобы сток воды был. Ну, как-то, да, там, выходить из ситуации. Потому что держать такое количество асфальтированных дорог, это значит все провалить. То есть разделение было на дороге регионального значения и дороге муниципального значения. И вот здесь две полярные позиции столкнулись, поддерживать ли нам то, что есть, или смотреть в будущее и развивать то, что нам необходимо. Ты какой позиции придерживаешься? Я придерживаюсь позиции той, что... Но, но, но... Нет, безусловно, о том, что нужно смотреть в будущее, и нужно представлять, иметь четкий план. Каким образом, какие дороги через 5-10 лет будут наиболее востребованы. То есть просчитать, есть ли у нас стратегия развития, в этой стратегии развития области прописано. Ну, это, в первую очередь, как раз дальнего следования, да, ты считаешь? И эти дороги развивать, и делать так, чтобы они себя окупали, да, то есть... А именно, как? Платные или что? А как? Просто, во-первых, смотреть, есть ли там перспективы развития бизнеса, предприятий. Потому что та же дорога на север, она открывает дорогу на доступ к лесу предприятиям, да. Понятно, что нужны еще лесные дороги. Ну, так логистику, да, сюда всю вот эту вот увязать, да? У нас, кстати, спор вышел даже внутри редакции о том, что надо ли... За счет кого должны быть построены лесные дороги? Вот моя коллега говорила о том, что государство должно построить лесные дороги, чтобы лесникам было удобно работать. Я говорю, секундочку, это значит, что ты соглашаешься, что из твоего кармана берут деньги, строят лесные дороги, где ты ни разу не проедешь, а лесники будут зарабатывать на этом деньги. Это тебе понравится? Хм, не очень. Да, то есть здесь тоже должна быть определенная логика. То есть дороги, которые строятся на бюджетные деньги, ими должны пользоваться все. А лесные дороги – это уже отдельная тема. Поэтому строить надо, безусловно, и вот тот мост, который построен, огромный капитал вложений через Яку-Вятку в районе Вятских полян, из Вятских полян, там, в Сосновку, да, там дорога на Удмуртию нужна. Именно потому, что... И мост оправдан. Именно, потому что на сегодняшний день не совсем оправдан. Если будет эта дорога, там будет логистика, там можно будет строить... А, сейчас, получается, мост есть, а как бы ведет он... А дорога, да, к небольшому городку просто, Сосновке. Жители, конечно, рады этого городка и счастливы. Но хотелось бы, чтобы мост работал в полную силу, чтобы связывал Татарстан, Кировскую область, и Удмуртию была прямая трасса. Точно так же, как западный обход города Кирова, можно до бесконечности латать эти улицы Луганскую, Ломоносово и производственную. Они каждый год будут рушиться именно в силу того, что большегрузы не предназначены, они под такие нагрузки, да, эти улицы городские. Там все равно должны легковые автомобили ходить. Ну, чисто теоретически понятно, что там своих бюджетных денег может не хватить. Это нужно все равно искать какие-то еще инвестиции, дотации. Там как раз речь идет о том, что мы все документы подали для участия в федеральных программах. Но мы же знаем, что федерация сейчас готовится к Олимпиаде в Сочи. Понял, ну, не то рядки. Готовит трассы для Чемпионата мира по футболу. И что останется нам пока непонятно. Ну, нота какая-то печальная, конечно, получается для финала. Что останется нам непонятно. Но мы же все равно с тобой зафиксировали в процессе разговора, что мы-то как минимум уезжать не собираемся. Значит, не все так плохо. Правильно? Ну, я могу констатировать, что действительно я поддерживаю 65%, которые сказали, что дороги стали лучше. Потому что за лето успел поездить в трех из четырех основных направлений. Дороги стали лучше. Ну, и значит, и жизнь будет нормальной, и наладится все. Лишь бы смотреть в будущее с оптимизмом и позитивом, и пытаться самому какой-то, да, заниматься кибучей. А негатив сплавлять в быстрицу, в новый бассейн. Да, в новый бассейн. Сегодня высказал особое мнение главный редактор бизнес-новостей Олег Прохоренко. В студии работала Антонина Тихомирова. Всем удачное окончание недели. Несмотря на плохую погоду, будьте рады, счастливы, и пусть все будет хорошо. Ибо билеты не за горами. Субтитры сделал DimaTorzok